И снова здравствуйте, TheBrasch 2019. Эх, Вася, Вася попросил меня сделать ножку кабриоль. Вот давайте я её первый раз буду делать. Давайте разберёмся, как это всё можно обыграть именно в TheBrasch и в других программах. Я буду, наверное, пользоваться и скульптрисом, и TheBrasch одновременно. Так что давайте рассматривать этот вопрос. По многочисленным просьбам поехали. Так, открываем тулы и возьмём куб. Всё это дело вытягиваем, жмём Edit, Make Polymesh. Shift, левая кнопка мыши можно выровнять. И вот теперь надо поглядеть в Fluor. Fluor и X нажимаем, вот здесь у нас симметрия. Значит, будем вот от этого и плясать. Так, теперь заходим в гипометрии и находим Dynamesh. Dynamesh. Смотрим, что да как с сеткой. Так, 98 тысяч полигонов. Ну, в принципе, можно ещё чуть-чуть добавить. Пусть 392 тысячи будет. Больше не надо, наверное. Так, всё, теперь заходим, опять же, геометрия, опять же, Size. И вот теперь, пока она стоит по симметрии, по X, давайте всё это дело сплюснем. Так, посмотрим. Вот так вот сплюснем. Чуть боком повернём, чтобы не сбиться. И вот теперь это дело сплю с ним ещё, ну, побольше. Вот так где-то. Вот такая штука пусть получится. Ну, и немножко побольше. Вот в таком духе. Вот такая заготовка получилась. В принципе, можно и здесь с ней работать. Я уже повторяюсь, наверное. Но есть кое-какие работы, которые можно сделать в других программах лучше, чем в The Brush. Ну, лично для меня там как-то всё мягче в скульпте, если я за него сейчас. Здесь можно точно так же всё это дело гнуть. Берёте, допустим, кисть Moff Elastic, делаете Draft Size побольше и, допустим, ставите так X-симметрию. Можно ещё больше даже Draft Size, чтобы лучше всё тянулось. И вот так всё это дело изгибать. Вот получается вот такая вот ножка. Вот так всё это здесь происходит. Так, теперь нужно ножке придать более-менее нормальный вид. Вот именно вот эту часть нижнюю тоже как-то вытянуть. Вот где-то вот в таком духе. А вот эту часть сделать чуть-чуть, я не знаю, так вот как-то переход помягче. Ну, вот что-то в таком духе получается. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ну, в принципе, всё это дело для заготовки нормально. Всё, как говорится, пойдёт. Ну, и давайте теперь её экспортируем и попробуем работать с ней в Sculptris. Так, здесь можно даже чуть-чуть вот так вот потоньше сделать. Вот таким вот образом. Чуть-чуть всё это дело выгладить. Ну, вот, в принципе, заготовка пойдёт, да? Всё, экспортируем. Жмём экспорт и заходим на рабочий стол, сохраняем заготовку и посмотрим, чуть-чуть поработаем с ней в Sculptris и посмотрим, что может там преобразиться. Так, и вот он наш Sculptris. Опять же, повторюсь, недооценённая программа. Жмём импорт. И находим именно вот эту заготовку. Вот так нашли, поставили. New Scent. Посмотрим, как загрузится и как она нам тут может помочь. Вот такая нога здесь получается. Теперь ставим детализацию побольше. Теперь ставим выглаживание и включим симметрию. Окей. Окей. Всё, симметрия включена. Shift, правая кнопка мыши всё это дело выравнивает. Ну и погнали немножко всё это дело. Так, подгадаем размер кисти. Вот верхняя вот эта. Так, и погнали. Вот что-то так сделать, протянуть. Теперь всё это дело можно сверху прогладить. Ну и, наверное, понизим чуть-чуть полигонаж. Вот нажимаете на Radical Selected, вот этот. Всё. А теперь можно всё это дело преобразовывать. Так, вот эту поменьше ещё поставить детализацию. И вот так вот всё здесь чуть-чуть подгладить надо. Теперь всё это можно выглазить. Вот что-то так. Теперь опять можно немножко вот так вот пройтись выравниванием, чтобы сгладить именно вот эти вот края. Так, здесь тоже сделаем потоньше. Вот так вот здесь даже можно где-то попрямять, сделать чуть-чуть симпатичнее вот этот низ. Так, вот эту кромку тоже можно... Так, здесь теперь прибавить надо детализацию. И вот так вот её вот так немножко преобразить. Так же всё чуть-чуть подгладить. Shift. Или вот эту вот выгрушку с Mood вставить. Так, вот такая штука получается. Вот так. Вроде прикольно. Вот эту часть тоже немножко надо дооформить. Так, чуть-чуть кисть поменьше. И детализацию вот эту чуть-чуть поменьше тоже, чтобы мягко всё было. Так, многовато. Ctrl Z. Ещё поменьше ставим. Look. План отключить. И вот так вот всё это дело здесь подгладить. Подгладить. Так, смотрим, что да как. Ничего так симпатично получается. Так, вот эту часть тоже чуть-чуть выгладить. Ну и немножко, наверное, ещё поменьше детализацию. И вот так вот нежненько ещё чуть-чуть её низ дооформить. Так, всё вроде прикольно. Вроде цвет играет. Ножка вроде оформленная. Так, вверх, в принципе, трогать не надо. Здесь будет у нас стыковка потом. Так, ну вот эту часть вот можно чуть-чуть подровнять, чтобы гладкая была. Так. Есть такое дело. Ну теперь можно вот здесь вот краешек тоже пройти. Всё нормально. Вот такая ножка. Так. Такой вопрос можно теперь разобрать. Если ножка вот так всё это дело устраивает нас, да, то можно её здесь и долепить. Допустим, узоры здесь пролепить. Это будет, конечно, долго. Но, в принципе, будет симпатично. Давайте попробуем теперь вариант именно вот уменьшение вот этой, вот кончить вот эту часть. Так, кисть поменьше, кисть побольше. Так. Вот так вот. Ещё кисть поменьше. Вот так. Вот таким вот образом. Вот так. Здесь чуть-чуть подровнять. Ну вот такая штука получилась. Так, теперь кисть чуть-чуть побольше. И вот эту часть можно немножко сделать подгутей. Вот так вот. Ну, в принципе, форма неплохая. До первого раза, в принципе, ничего. Так, вот здесь вот можно посадить льва. Можно его тут же вылепить, а можно его добавить уже в зебраж. Так, попробуем ещё вот эту часть чуть-чуть растянуть. Так, я возьмём. Вот так вот. Вот. Вот, уже симпатичнее. Вот такая штука. Всё прикольно, всё классно. Можно, кстати, её сделать. Вот здесь тоже края загладить. Ну, я думаю, пока не стоит. Принцип понятен, что вот можно вот так вот всё это дело здесь выглаживать, углы прорезать и так далее. Так, вот здесь ещё нужно посмотреть чуть-чуть. Вот так докорректировать, чтобы уже точно было. Ну, и можно вот эти лапы. Давайте здесь вот скульптис. Можно, опять же, повторяюсь я, в зебрах всё это сделать, но давайте скульптис пролепим лапы. Сделаем какие-нибудь львиные. Так. Что-то вот в таком духе. поднакидать. И вот это дело всё можно вытянуть. Так. А вот эту часть чуть приподнять. И вот так всё это дело чуть-чуть растянуть. Так, теперь делаем ещё вот такие же здесь сбоку пальцы. Накидываем, накидываем. И вот так всё это дело опять же вытягиваем. Вот так. Потом их можно будет в скульптис, фу, в зебрах ещё долепить. Где-то, ну вот, что-то в таком духе. Эти вот так вот вытягиваем побольше. Так. Эту часть можно потом будет обрезать опять же в зебрах, чтобы не заморачиваться. Ну и здесь вот можно уже что-нибудь поднакидать. Чуть-чуть кисть побольше. Интенсивность можно поменьше. и вот так вот всё это дело здесь преобразить. Выключить клей и вот так вот всё это поднакидать. Здесь пусть будет ровно. Так, вот это вот ломки, чтобы не было всё это, надо обязательно сглаживать. Потом в зебраш можно сетку прокорректировать. И вот так вот всё это опять же леплю без картинки. Строго не судите. Ну вот что-то в таком духе получается. Так, всё это нормально. и вот так всё это дело можно приподнять. А вот это дело можно немножко увести. Вот так вот. И вот так тут тоже. А вот эту часть давайте, наверное, тоже включим. вот так вот подровняем. Можно опять же использовать здесь маскирование. так вот эту часть чтобы-то не обрезать можно даже здесь чуть-чуть вот так вот приплюснуть. вы видите, как скульптур хорошо всё это дело тут выглаживает. Очень мягенько. классно. Так, ну теперь всё это дело вот так вот ещё уменьшим. Вот так. Ну, в принципе, прикольно. Уже в the brush можно добавить чуть-чуть тут пролепить. делаем набросок опять же. Так, узоры можно опять же добавить в the brush. Здесь оставим ровно, а вот эту часть наверное тоже сплю с ним. Так вот. сплю трёх. И всё. И всё. Вот что-то в таком духе. И немножко вот это всё вот так вот подровнять и немножко преобразить вот так вот. Что-то в таком духе можно. Так, а вот эту часть чуть-чуть вытянуть. Так, смотрим внешний вид. Так, это всё нормально здесь. Тут тоже спереди вроде смотрится. Ну вот что-то в таком духе. Вот такая штукенция. Всё, теперь сохраняем. И погнали всё это дело в The Brush доделывать. Вот так смотрится, смотрится. Всё. Так, экспорт. И в The Brush ура. Погнали. Так, вот такая получилась ножка. Я чуть-чуть тут проработал, так, на быструю вот эту вот лапу. Так, ну и вот теперь вопрос. Можно сюда добавить голову льва, пролепить её? Можно добавить, допустим, вот что. Смотря как она тут будет крепиться. Можно добавить, значит, в саптулах аппент. Находим куб. Включаем его. И вот теперь делаем геометрии, делаем Dynamesh. И вот это всё делаем. Так, немножко size уменьшаем. И с помощью mov, gizmo, вот это сюда вот так вот подставляем. Вот таким вот образом. Так, теперь немножко всё это вытягиваем. И немножко расширяем. Так, ctrl-z. Вот так где-то. Всё это приподнять можно вот таким образом. И немножко растянуть, если это надо. Вот так. Ну и немножко, наверное, сплюснуть. Чтоб большая не была. И чуть-чуть вот так вот где-то в бок увести, чуть ниже посадить. Ну вот уже такой прикольный переход. Опять же, можно её подрезать, сделать в любой форме. Всё, вот пусть она так повисит. Здесь можно чуть обрезать, стыковку какую-то подогнать. Можно даже где-то сделать, наверное, вот так и вот так вот. Где-то вот так даже можно. Ну, в принципе, любая форма, любой стык, как он будет у вас садиться. Здесь, опять же, можно выбрать пазы, всё разметить, выборку сделать под крепёж, допустим, стола. Ну, это всё уже технические вопросы. Это не так сложно будет, наверное, вам. Ну и вот что ещё можно сделать? Можно добавить теперь... Так, включаем кисть стандарт. И, в принципе, можно или лепить, или работать с альфами. Вот давайте посмотрим, как альфа выглядит. Допустим, вот импорт альфу. Так, вот какая-то есть. Ставим теперь drag-rect. Отключаем теперь симметрию. Ну и попробуем вот сюда её где-то подставить. Вот можно вот так вот узор нанести. Можно его чуть-чуть... Допустим, можно его сделать на куб, а потом вырезать по прошлому видео и нанести уже вот сюда вот так. Вот что-то в таком духе. Вот так. Уже прикольно всё выглядит. Вот таким вот образом. Добавить, если дивайдов, то получится, конечно, качественней. Ctrl-D. Добавить, допустим, интенсивности побольше. И вот так вот. Уже с интенсивностью она будет выглядеть уже вот таким образом. уже больше. Так, это мы уберём Ctrl-Z. Ей тут не место. Максимум ей место где-то вот тут. Вот. Так где-то. Всё это установили. Ну и опять же, можно поработать кистями. Вот сейчас у меня тут ещё одна альфа есть. Сейчас подойдёт она, не подойдёт. Самый простой способ это вот именно работать альфами. Можно, конечно, лепить. Делать своё что-то. Вот сюда вот к ноге можно ещё одну альфочку вот так вот прикрепить. Что-то вот так вот. Посмотрим, как она будет здесь выглядеть. Ну вот тоже в качестве резного узора в принципе и неплохо смоется. Кое-где подгладить, кое-где долетить. Вот такой внешний вид. Вот что-то такое. Также можно скачать альфы львов. Баранов. И просто вот сюда их подцеплять, подставлять. Вот такая штука. Также можно работать с кистями. Я уже это показывал в прошлом ролике. Ссылку оставлю на них. На эти ролики, которые вам могут пригодиться. Так, у меня тут где-то всё отобрано. Вот любую кисточку взять, допустим, декоративную. Так, не это. Это не пойдёт. Ну вот такая кисточка есть. И вот можно ей вот так где-то Ctrl-Z. Чуть поменьше. И можно вот так вот ей, допустим, где-то хантик оформить. Вот так. Кисточкой, мышкой чуть-чуть неудобно это мне делать. Вот, ну, сейчас посмотрим. Вот что-то вот в таком духе. Вот можно проработать. Вот так вот. Можно это по центру рисунок, любой с альфы кинуть. Здесь вот можно чуть-чуть всё повыгладить. Ну, в принципе, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Можно также вдавливанием работать. Вот так вот это вдавлено будет выглядеть. Тоже неплохо. Вот такая штука. Ну, опять же, где-то пролететь, где-то большие листья понаходить. Ну, такие вот, чтобы были прикольные. Заготовить альфы. И можно штамповать эти ножки «Мама, не горюй». Вот что-то в таком духе. Здесь можно драконов всяких, там, крылья добавлять, людей. Опять же, людей можно с разных программ брать, там, детей, младенцев и делать из них вот здесь ангелов подставлять. Разный возраст. Это Make Hammer программа. Я уже, опять же, её выложу, ссылку. Вот можно брать вот здесь вот разные заготовки персонажей, если они есть. Там голову, допустим, ребёнка. Можно опять этими пользоваться макетами подставлять макеты, а потом с них лепить. И вот вам уже персонаж, допустим, вы с него можете уже что-то делать. Всё, всем пока, до свидания. что-то пригодилось, лайк, если ничего не подошло, то дизлайк и задавайте вопросы по другим частям, я может их тоже потом объясню, если что-то вам непонятно. Ну, в принципе, форму понятно, как делать, как лепку делать, добавлять, как с кистями работать. Ну, где-то вот так вот. Всё простенько, постарался объяснить, время тоже ограничено. Всё, всем пока, до свидания. «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok